Первый межрегиональный форум на местах в этом году в Самаре собрал участников из 20 субъектов России. В столицу региона приехали гости из Приволжского и Уральского федеральных округов. В работе площадки приняли участие депутаты Государственной Думы Виктор Кидяев и Виктор Казаков, представители федеральных министерств и ведомств, правительство Самарской области, Советов муниципальных образований субъектов России. Главные цели форума — обмен эффективными практиками деятельности местных сообществ и муниципалитетов, развитие инструментов муниципального сотрудничества и обратная связь между жителями и публичной властью. Участники в рамках секции обсуждали механизмы вовлечения граждан в решение социально значимых вопросов муниципалитетов. Одно из главных звеньев в этой цепочке — территориальное общественное самоуправление. Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, это сообщество ближе всего к людям, и как никто другой чувствует насущные интересы, потребности и нужды. Развитие территориального общественного управления в наших городах и селах — это задача чрезвычайно важная. Я бы даже сказал, миссия от успеха, которой во многом зависит будущее страны. Потому что какие бы цели мы перед собой не ставили, какие бы планы не строили, воплощение задуманного в жизнь зависит в первую очередь от вовлеченности в эту работу граждан, общества. За прошедшие годы количество территориальных общественных самоуправлений в Самарской области выросло практически на четверть — со 134 до 170. ТОСы за время работы накопили колоссальное количество компетенций, ценного опыта, которыми готовы делиться со своими соседями. Во время форума эксперты особо отметили достижения Самарской области в развитии общественного самоуправления. ТОСы региона по собственной инициативе оказались в авангарде помощи бойцам на передовой специальной военной операции. Сообщество помогает людям собирать и отправлять гуманитарную помощь, занимается изготовлением экипировки и снаряжения для защитников. Уникальные программы реализуют и в сфере благоустройства. Здесь особенно помогает проект «Содействие». Он был разработан при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. ТОСы выступили Центром аккумуляции гражданских инициатив. Благодаря им вот уже шесть лет в губернии преображаются дворы и другие общественные пространства. За это время выделили более одного миллиарда рублей, реализовав порядка двух тысяч заявок на благоустройство. Дмитрий Игоревич в своем выступлении затруднил наш проект «Содействие», который с 2017 года развивается очень успешно. И с каждым годом участник этого проекта только увеличивается. Сейчас могу сказать, что уже формируются реестры листы ожидания, потому что заявок гораздо больше, чем можно воплотить в жизнь в течение одного календарного года. Благодаря таким площадкам, как форум на местах, представители территориальных общественных самоуправлений с большим опытом становятся наставниками для более молодых организаций. Компетенции готовы перенимать и внедрять в разных регионах. Мне очень понравилось. У вас действительно это движение уже развито достаточно давно, активно. И у вас очень такие конструктивные тосы уже. Некоторые моменты они даже прошли, уже пережили, которые я еще только на сегодняшний день переживаю. Это на самом деле очень интересно, очень большой опыт. В 2022 году на развитие и проекты территориальных общественных самоуправлений Самарской области суммарно из всех уровней бюджетов привлечено более 144 миллионов рублей. Эта сумма на 64% больше, чем в 2021-м. Сейчас правительство региона активно развивает школы для обучения и повышения квалификации председателей Советов ТОС в рамках проекта «Мой дом». Помогают и финансово, внедряют программы для субсидирования, такие как президентские гранты и конкурс лучших практик территориальных общественных самоуправлений от Ассоциации Совета муниципальных образований Самарской области. ТОСом региона оказывают методическую и консультационную поддержку. Для работы предоставляют отдельные помещения с оргтехникой, оплачивают коммунальные услуги. И с каждым годом подобных мер будет появляться все больше. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События.